вот сейчас мы подъехали на посев полбы краснодарской селекции сортруно поле которое вы видите это в принципе вообще залежь которая никогда в принципе химии никогда не видела то есть она была приведена в порядок это раньше территория была такая опустыненная был ковыль его привели в порядок и элементы технологии здесь включают однозначно механические обработки для подготовки почвы это после уборочное дискование после предшествующей культуры и предпосевные культивации обязательно потому что с сорняками надо как-то бороться в последующем механические обработки в плане баранования это в основном биги барана игольчатая и обработка предпосевная микроорганизмами компании биотехагра сергей борисович думаю более подробно об этом расскажет и в последующие обработки препаратами ну данная компания в частности не буду вникать в детали просто у нас на на всех культурах как правило два препарата здесь основных это бск 3 и бфт как правило бск 3 это у нас были обработка семян в данном случае здесь два варианта просто разные там составы мы изначально договорились о том что ну исходя из того что у них уже есть определенный опыт возделывания этих культур и мы так сказать договорились о том что они будут определять когда работать то есть в какую фазу то есть исходя из уже приобретенного опыта а мы со своей стороны делали несколько вариантов по обработке семян для того чтобы выяснить какая будет что потом дальнейшем какая лучше обработка и по по вегетации практически это был фунгицидный бфтим и ростостимулирующий с фунгицидными свойствами это бск 3 то есть вот такие такой такая схема применения препаратов практически на всех культурах то есть они отличаются по составу разные штаммы микроорганизмов там грибные и бактериальные я не буду там вдаваться в эти подробности ну да просто ну они сейчас как бы и вам немного скажут как бы по большому счету я хотя в общем я могу сказать какие штаммы применяется это триходерма это бацилюс суптились штаммы различные это в том числе псевдомонада и ростостимулирующие штаммы это ассоциативные микроорганизмы азотфиксаторы фосфоролитики и так далее то есть вот в таком плане мы здесь работали на полбит здесь два варианта обработки семян и было здесь исходя из состояния вот культуры она с учетом неблагоприятных скажем условий осенних и весенних до весенних по по влаге в основном да вот тут потихоньку по вот здесь получилось отреобработки по вегетации то есть надо было вытягивать как-то культуру поэтому мы как бы и в большей степени конечно там фунгицидная одна была а в большей степени были направлены на питание на стимулирование в том числе и возвратные заморозки были там и так далее несколько ее прихватило но как вы знаете из условий этого года что апреля нас было даже март начало апреля была очень большая засуха за март у нас выпало 0 миллиметров осадка то есть то что посеяли и культура на самом деле сидела не было абсолютно никакого развития вот она как поднялась до фазы кущения и сделала практически до числа до 20 25 апреля после того как прошли дожди начала начала какое-то движение тура жилая начала дальше развиваться вегетировать поэтому и обработки исходя из этого были несколько перенесены в сторону конца вегетации первой обработки мы провели первые в 30-х я чима автор и обработки уже в апреле когда начались уже какие-то опада потом мая посев был посев был 2 марта здесь то есть практически обычные сроки для ну прямо в нормальном году при нормальном возобновлении вегетации тоже пшеницы на расстоянии нормальном температуре это в принципе наши обычные классические сроки а сколько хала возвратных волн холода было ну как минимум три вот полу несколько прихватило а морозы какие были возвратные до семи градусов до семи градусов но это еще сидящие но хотя когда в то время если вас 13 если посмотреть на состояние посеву когда мы смотрели да там в апреле даже но в общем то скажем так вид был было довольно таки печально сейчас специальные по-другому можно что-то показать на самом деле ну кстати это не только на на полды на другие на путь у вас это ты сейчас зашло то есть посева не очень равномерные есть выпады то есть не взошедшие поэтому да поэтому как бы в этом плане ну в общем то климатические условия этого года не химии тут вообще нету то есть чисто никаких неудобрений не чисто стимулирующие микроорганизмы ну то есть биология чистая биология 4 раз нет здесь изреженная может быть из-за того что было ли не взошла с ухода и не зашло на все могут доедем до него там вот четко видно влияние засухи по следу трактора но есть прямо полоса не зашел и с этим еще визуально какая визуально в районе 25 30 это обычная для вас или в принципе для биопроизводства это вполне как бы нормально выражение ну для полбы очень неплохо можно мы получали и больше 2 3 4 кто может дойти на это в основном только у нас спец пельта может дать мороженая культура когда глава не прицельник геррош этот залеж было да нет ведь в прошлом году было пол а полно да здесь довольно таки жесткий предшественник для этой культуры зерновые по зерновыми но при этом вы видите по топологической ситуации учитывая фазу развития культуры данный момент здесь очень все неплохо я так думаю что микроорганизм нет нет здесь только поверхностная обработка на глубину ну до 10 сантиметров ну даже на сегодняшний день фитосанитарное состояние неплохое в принципе вы можете наблюдать то есть еще такое впечатление что тут хорошо поработали против сорняков злаки если бы тут кто-то чем-то работал я думаю вот ничего не нашли на когда последняя работа была 21 мая норма высева по полбе какая 3 миллиона эквивалентно это 250 килограммов на гитара сев ведется перекрестным способом нужно за один проход селки мы не можем выдать необходимую норму семян ввиду того что полба сеется колосками и ну колосок он сам занимает большой объем на при этом веса нет большого не имеет обычно но мы работаем до север 435 а чем она необычная но не связи 3 6 аппарата абсолютно одинаково сделано более качественной донса приоткрываем вообще ужас она не лезет просто или ну как в любом производстве есть определенные сложности и в частности иногда бывает